Скажите, пожалуйста, несколько слов о Грине, завтра 90-летие со дня его смерти. Новелла Матвеева была первым человеком, который мне сказал, что Грин умер не столько от рака, сколько от голода. Она изучала подробно его биографию. Грина можно было спасти, но запустили болезнь, и кроме того, не было ни копейки. Да, правильно мне написали, Элит Ван Шинген, спасибо. Но видите, я все-таки что-то помню. Спасибо, ребята, очень приятно. И вам приятно, что вы смотрите и сразу реагируете. Так вот, Грин погиб из-за невостребованности полной. Ему невероятно трудно было напечататься. Представляете себе, комендант Порта, один из лучших русских рассказов XX века, напечатан посмертно, потому что при жизни он не мог добиться его публикации. Вспомните, как на его свысока смотрели, как называли его создателем сказочек, как ему кто-то сказал, что, Александр Степанович, все, пописывайте свои сказочки. Он мрачно ответил, пописываю. А дураки находятся, почитывают. Для меня Грин, угрюмый Грин, одинокий такой капитан, списанный на веки с корабля ушедшего неизвестно куда, для меня Грин самая притягательная фигура в русской литературе 20-х. Ну, помимо Ильфа и Петрова, конечно. Для меня Грин какой-то клейдоскоп чудес. Вот от Грина, я не говорю сейчас о поразительной моральной его разборчивости, о поразительной его чуткости к любому человеческому пороку, его умении распознавать этот порок, как бы он не маскировался, я сейчас об этом не говорю. Но прежде всего, конечно, о потрясающей яркости и пестроте и разнообразию его сюжетов, его приемов, о богатстве его языка, вот это когда он говорит, что время было сонное и дикое, дикое и бессмысленное, как сон тигра, ведь это же сейчас про нас. Он умел назвать... Образы Грина похожи на такие картинки странного, иногда пьяного сна, но при этом сна невероятно изобретательного. Это прямая дорога к подсознанию, прямой репортаж из подсознания. Я Грина обожаю, боготворю. Для меня гриновские тексты – это источник самого главного витамина, вот витамин того же желания жить. После Грина хочется жить. Хочется... Вот, наверное, Арестович, кстати, он ведь этим и берет. Азартом, азартом при общении к великому, ощущение, что ты живешь в великом, внутри великого. Великого времени, великого испытания, великого вызова, как угодно, но он придает масштаб всему, в чем ты живешь. И вот также Грин, он придает невероятную остроту, очарование жизни. Современный читатель, как страшный капитан из Пролива Бурь, он впился, что называется. То есть на него перестал действовать алкоголь, и он действует только если в кожаных штанах на раскаленном песке в очень жаркий день сидеть и пить безумную смесь из нескольких самых крепких напитков, что приводит довольно быстро его к инсульту. Это такая, вот это его свинцово-синее лицо запоминается всем, кто это прочел. И дикая, пляшущая огненная полоска моря в глазах. Грин, он впившегося читателя, читателя, который привык к самым сильным и острым впечатлениям, составляет встряхнуться и почувствовать очарование жизни, остроту этого запаха. Почему Грин много писал о море? Ну, знаете, ведь не потому, что он мечтал о нем всю жизнь. Кстати, он убедился, что работа моряка – это работа грубая, грязная, страшная. И из него моряка-то не получилось. Хотя он всю жизнь ходил в капитанской фуражке и создавал о себе легенды, что он там капитан действительно списанный на борт, списанный с борта наоборот. Он, тем не менее, море выбрал потому, что море – это абсолютный символ тайны. Вот тайны данные нового ощущения. Это всегда обещание. Ни лес, ни поле, ни горы, тем более, не создают такого ощущения обещания прекрасного, что вот где-то там есть за горизонтом будущее. И море, вот я сейчас в Одессе на Черное море посмотрел, никакие озера наши здешние, даже наш океан, они не заменят вот этого гриновского, черноморского ощущения. Это цвет индиго, грозный. Я не понимаю, почему Черное море такое. Наверное, детские воспоминания. Потому что море – это детство. Вот первое воспоминание о море. Ребенок, который не видел моря, он очень много потерял. Потому что море – это жизнь, которая лежит перед тобой. В детстве есть ощущение этой жизни, перед тобой лежащей, манящей тайной, которая полна каких-то божественных сюрпризов. И вот я помню очень хорошо первое свое море в Евпатории, когда мать меня привезла, 7 лет у меня было. Это был такой санаторий Днепр, он, по-моему, цел. Санаторий ужасно кормили. И он был такой профсоюзный-профсоюзный. Но в нем было такое чудо. Там было море, и можно было с балкона на это море смотреть. Было полное ощущение, что в воздух закачан под стеклянную пленку. Такое оно было чистое, прозрачное. И так оно магически меняло цвет. Вот эти перемены, перепады цвета из зеленого в фиолетовый, где там полоска водорослей, там водоросли уже не зеленые, а коричневые. А там глубокий и лиловый цвет. Вот это чудо, оно меня тогда совершенно пленило. И это было ощущение, что вот там больше. Я не знал, что за этим морем какая-то Турция, какая-то Болгария. Меня это совершенно не занимало. Я понимал, что это мост в какое-то божественное никуда. И обитатели моря, которые так непонятны, так загадочны, которые так не похожи ни на что. Это вообще другая планета. Океан, Солярис. И вот Грин потому и работает с морем. У меня была большая лекция в Одесском зеленом театре поэтика моря, поэтика морской прозы. Что олицетворяет собой море? Иногда море олицетворяет смерть. Там у некоторых символистов, модернистов такое бывало. А иногда море олицетворяет будущее. И вот эта жизнь в соседстве будущего – это какое-то волшебное чувство. Грин невероятно острое чувство и полноту, бесконечность волшебных возможностей, которые в мире есть. Оказывается, что вот ты пересек эту границу воды. И началось чудо, началось непредсказуемо. Вот у Мелвилла, кстати, океан – это образ смерти. И корабль – это гроб. Помните, в конце концов, Исмаил путешествует в гробу в финале Моби Дика. Мелвилл вообще очень мрачно смотрел на вещи. А у Грина – это именно пространство чуда. Вот там все волшебно. Достаточно один раз в день увидеть море и тоже понимаешь, что твоя жизнь этим не ограничена. Это как окно на волю. Это как окно, как картина. Окно в райские краски. Я это очень понимаю. Ну и потом Грин и Джозеф Конрад – это две такие симметричные фигуры. Сын Корженевского и Гриневского, два сына двух сыльных поляков. Внешне похожие, такие мрачные, широкоплечие, усачи, неразговорчивые. Писали всю жизнь морские вещи и числились поставщиками развлекательного чтива, а были при этом глубочайшими символистами. Повесть Конрада «Тайфун» – это лучшее, что я читал о штормах. Это гениально написано. Это сцена, когда капитан входит в каюту и думает, что барометр сломался, потому что он никогда на его памяти не падал так низко. Ты чувствуешь это гудение, этот звон, разлитый в воздухе, что вот сейчас будут кранты. Это детское тоже ощущение. Как это написано? Ну, естественно, что «Сердце тьмы» – самая известная вещь Конрада, но, конечно, удивительное противостояние этих двух текстов – «Сердце тьмы» Конрада и «Сердце пустыни» Грина. И там, где Конрад в сердце человека находит тьму, там Грин в сердце пустыни находит мираж. Это они очень… Вот в этом плане они очень противоположны. Хотя как прекрасно могло бы быть их общение? Конрад ведь английский-то знал плохо, он письменный английский хорошо знал, а устный у него был со страшным акцентом «heavy accent» все вспоминают. И кроме того, он русский знал замечательно. Он родился, по-моему, в Бердич, я не помню. Вот, хотя и в Кракове прожил некоторую часть жизни. Мне кажется, что если бы Грин и Конрад могли бы сидеть за одним столом, знаете, они бы все время молчали, мрачно молчали, мрачно пили бы что-нибудь крепкое, потом Грин тяжело встал бы и сказал… Помните мою любимую вот эту фразу из «Красолова»? «Все было сказано, и приняты были меры». Вот, если бы эти двое друг друга знали, какая была бы отличная, отличная история. Субтитры сделал DimaTorzok